Всем Android, с вами Gameplan и выпуск номер 167, и первая игра называется The Condit. Это экшен, причём очень отличный, и что самое интересное, в Google Play Market он доступен совершенно бесплатно. В первую очередь он адаптирован под процессор Tegra 3, но вы с таким же успехом сможете немножко пошаманив запустить его и на других устройствах, то есть не на Tegra 3. Итак, вот я нажал продолжить игру, я прошёл... А, кстати, почему она бесплатная? Она бесплатная потому, что здесь доступно только две миссии, остальные необходимо разблокировать за деньги, либо же вы можете взломать через Freedom, если у вас имеется рут-права, и погамать в эту игрушку полностью и пройти все миссии. Но если вам всё-таки не жалко и вы хотите поблагодарить разработчиков за такую вот хорошую игру, то вы можете скачать их за деньги, соответственно, эти уровни. Но для этого вам необходимо будет иметь Google Wallet с привязанной туда пластиковой картой. Но давайте поговорим об игре. Игра великолепна, очень всё красиво нарисовано, прям мне очень она понравилась, отличный экшен с интересным сюжетом. Вот это вот первая миссия. Я вот не смотрел, правда, заставки, что тут такое вообще произошло. Но, как я понял, здесь какие-то вот такие вот инопланетные монстры пытаются захватить Землю, и нам необходимо их поуничтожать здесь всех. Вторая же миссия уже нам повествует о том, что было до этого, за несколько дней. И там мы добыли какой-то специальный шар, который должен нам помочь пройти дальше. И вот сейчас мы, кстати, его будем использовать. Вот так вот мы подходим к двери, которая закрыта. И чтобы нам её раскрыть, необходимо с помощью шара активировать специальные участки. Вот, собственно, один из них. Я его активировал. И нам ещё остаётся два участка активировать. Так, где же он? Так, вот он ещё один. Так, всё, да, мы открыли дверь, и теперь можем проходить дальше. Кстати, вот во второй миссии, которая, естественно, была за несколько дней до действия вот этого, там необходимо мочить не пришельцев, а вполне таких человечных людей на двух ногах, которые ходят. И вот мы, кстати, и играем в метро в конце этой миссии. То есть сюжет тут достаточно интересный и затягивающий. Ну вот, повторюсь, у меня вот нет руд прав, и поэтому я ещё пока себе не приобрёл следующий уровень. Я играл только в первые два. Но я их прошёл на одном дыхании, поэтому всем вам советую игру. Всё-таки не так часто выходят подобные экшены. И вот, кстати, одно из того, что писали в комментариях. Якобы эта игра вылетает. Но вот я это первый раз и убедился в этом, то что да, игра вылетает. До этого у меня такого не было. Поэтому, ребята, игра хоть и хорошая, но приходится вот жертвовать тем, то что периодически она может вылетать. Игра называется The Condit. Но скажу ещё раз, у меня первый раз она вылетела, до этого всё шло гладко. Вот, кстати, я вам говорил то, что вот миссии. Девять миссий, но вот доступны только первые две. Остальные необходимо покупать, либо же взламывать через Freedom. Вот так вот открывается миссия, и мы можем посмотреть маленький такой вот ролик рекламирующий их. В общем, я думаю, скачивать эту игру нужно обязательно всем. Но, естественно, тем, у кого эта игра пойдёт на вашем устройстве. Давайте перейдём ко второй игре. Вторая игра называется Broward Hoods of Violence, и это, можно сказать, файтинг. Причём файтинг, который некоторые, наверное, ждали с нетерпением. И вот он, наконец-то, вышел. Я уже поиграл немножко и прокачал своего героя до четвёртого уровня. Давайте его выберем. Вот такой вот он прикольненький, немножко дёрганный. Так, кастомизировать мы его не будем, а перейдём сразу же к процессу игры. Итак, что здесь нам предстоит делать? А нам здесь предстоит сражаться. В каждой миссии присутствуют вот такие вот вставки. Но самое интересное, что персонажи разговаривают, не открывая рот. Интересно, это у меня такой глюк, или эта игра так сделана? Но это несущественно. Мы можем либо вот так вот перемотать ролик, либо же мы могли его пропустить, нажав сверху стрелочку. Итак, вот у нас есть кнопка блокировки, благодаря которой мы становимся полностью непробиваемыми, как стена. Есть кнопочка удара. Мы можем вот так вот наносить удары. И также джойстик. И, кстати, используя вот различные кнопки, мы, ну, на джойстике влево, вправо, вверх, вниз, и нажимая кнопку удара, мы совершаем различные удары. Как с ноги, так с разворота. В общем, всё, что угодно можно сделать. Если мы держим щит и бежим, ой, точнее, ну, вот нажимаем бег в сторону, то наш персонаж должен бежать. Сейчас меня вот этот громила чуть не прикончил. И, да, он меня прибил. Тут существуют различные кусачки пиццы, конфетки, которые нас подлечивают. Вот, бывают даже такие вот, как сказать, автоматы с батончиками, где мы можем это всё покупать. Итак, давайте в этот раз более мудро поступим и будем более осторожными и замочим наших соперников всех до единого. Итак, что мы с ним можем сделать? Вот мы можем бить его ногами, дальше будут открываться различные комбо, которые мы сможем использовать. В одной из миссий ко мне пришёл какой-то чувак в кимоно, и он мне помогал уничтожать этих соперников. Я не знаю, что это было, как я его вызвал, но это было достаточно круто, и он мне очень сильно помог. Также вот здесь вот можно подбирать биты и уже битами, там, ножами, саблями мочить наших соперников. Но у них, как бы, имеется износ, то есть амортизация, и они кончаются по мере того, как мы боём наших врагов. Вот, уничтожив врагов на этой локации, мы переходим на другую и зачищаем локацию там от наших врагов. Здесь идёт прокачка, и мы становимся всё сильнее и сильнее. Когда вот наши соперники вот так вот болтаются, якобы от того, что мы их так ушатали, и они близки к нокауту, мы можем использовать бросок, который сразу же их нокаутирует. Собственно, вот такой вот файтинг, достаточно прикольный. Конечно, есть такие небольшие огрехи, но, в принципе, не так много игр на андроиде вот подобных, поэтому, я думаю, с этой игрой тоже необходимо ознакомиться к каждому. Игра называется Broward Horse of Violence. Люди, которые любят игры поспокойнее, для них я приготовил следующую игру под названием Royal Envoy. Эта стратегия сделана в жанре таймбилдинга, то есть за определённое время нам необходимо успеть построить определённые здания и выполнить определённые миссии. Игра доступна также бесплатно, но здесь также присутствует ограниченный набор миссий, который необходимо будет докупать. Вот так-то. Но, в принципе, это тоже не проблема. Кто знает, сможет с помощью различных ухищрений добыть себе эти миссии бесплатно. И тут вот нам советник на русском языке всё подсказывает, что нам нужно делать, а нам необходимо построить лесопилку. Так как это первая миссия, здесь всё подсказывается и говорится, что куда нам нажимать. Вот если у нас есть жилые дома, мы отправляем вот таких вот сборщиков налогов, которые бегут и собирают монетки. В общем, всё как в обычном классическом таймбилдинге, то есть в играх подобного рода. Я достаточно сильно раньше любил подобные игры, играл в них на компьютере, и теперь вот с удовольствием не откажусь и поиграю в них и на планшете, и на телефоне, если их туда себе тоже установлю. Так, нам необходимо вот наперить дерево для того, чтобы построить ещё избушки. Так, давайте посмотрим, какие задачи нам нужны. Нам нужно построить пять хижин. То есть вот это всё нам необходимо будет сейчас занять этими хижинами. В первой миссии нам необходимо было заработать тысячу золотых монет, что делается совершенно без труда. Дальше будут открываться различные здания, которые будут не только производить дерево, но и снабжать наш вот этот посёлок городского типа различными ништячками. Собственно, вот так вот мы сейчас давайте построим эти хижины, которые нам необходимо сделать, и завершим эту миссию. Так вот у меня кончились чуваки, которые строят дома, и нам придётся ждать, когда они освободятся. При этом нужно не забывать собирать налоги, как только над домиком появится вот значок с монеткой. Так вот мы строим, и сейчас мы завершим эту миссию с большим успехом. Вот тут у нас уменьшается время для того, чтобы, если мы уложимся, получим золотую звезду за этот уровень. Вот и всё, мы прошли эту миссию, и закончим обзор этой игры на этом. Достаточно хорошая и приятная игра. Кто любит подобные игры, скачивайте и стройте свои города. Четвёртая игра-головоломка под названием As for the Monkey. И что здесь нам необходимо делать? Нам необходимо с помощью обезьянки прыгать по различным таким вот платформам, и наступить на них все, для того, чтобы собрать кристальчики и перейти на следующий уровень. Итак, вот сейчас игра загрузится, и вам станет всё намного понятнее, что нам нужно делать. Управление здесь осуществляется за счёт свайпов, и нам необходимо на каждую вот эту вот платформу можем наступить только один раз. Обезьянка может двигаться только вот, как бы сказать, по прямым линиям, либо вот на 90 градусов поворачиваться. Так, давайте попробуем пройти вот так, свайп, свайп. Теперь давайте влево, сюда, сюда, и всё, да, мы прошли все платформы, и в конце у нас появилась платформа, на которой мы собираем кристаллик и завершаем миссию. Но из-за того, что я очень долго вам рассказывал, и прошло много времени, поэтому дали всего лишь один кристаллик. А так, в принципе, я прохожу эти все миссии на три кристаллика, чему я очень рад. Давайте вот сейчас быстренько пройдём эту миссию, и вы убедитесь в том, что на три кристаллика пройти игру очень-очень даже и реально. Итак, а что будет, если мы не побываем на всех платформах, а сразу же отправимся к этому кристаллику? Давайте посмотрим. Итак, если мы сделаем вот так вот, то там яма, которая не закрылась в камне. Мы, соответственно, проваливаемся, и нам говорят, что это очень-очень плохо, и приходится начинать миссию сначала. В общем, вот такая вот головоломка. Поначалу, конечно, миссии очень лёгкие, элементарные, но дальше игра будет усложняться и становиться всё более и более интересной. Вот как сейчас. Мне некуда идти, и я опять завалил миссию. В общем, скачивайте, помогите вот такой вот странной обезьянке собрать фрукты и кристаллики. Последняя игра не имеет совершенно никакого меню, точнее имеет, но никак это не оформлено. Давайте её запустим и посмотрим. Можно выбрать заезд по стадиям, либо же просто свободный заезд. Как вы уже видите, это заезд на радиоуправляемых машинках. Я выбрал управление с помощью кнопок, потому что с помощью акселерометра в эту игру достаточно сложно играть. Также можно настроить чувствительность этих кнопок, я ничего не менял, поэтому у меня кнопки немного очень чувствительные, и это немножко мешает мне проезжать. Вот так вот мы с успеха проходим эту миссию. Трассы здесь однообразные, но препятствия в них самые-самые, что на есть разнообразные. В этой игре очень хорошая физика, вот, например, когда мы вырезаемся, прям ощущается, как будто мы это делаем на самом деле. Настоящая игрушечная вот такая вот машинка. Я в детстве всегда хотел такую, но у меня её так и никогда не случилось. Но вот надеюсь, у меня будут дети, и я им куплю такую машинку и вдоволь ещё наиграюсь. Но это, думаю, будет ещё не так скоро, но всё же надеюсь, что будет. В общем, вот такая вот игра, я, наверное, закончу свой выпуск на этом. Всем большое спасибо за ваше внимание, ставьте лайки, будьте добры и веселы.